и открываем открываем хумаш пятикнижия пятикнижия вот пятикнижия значит мы его открываем сегодня у нас глава который называется пинхас второй день мы знаем в начало главы было что пинхас сын и лазара сына арона убил зимри бен салуа главу колена шимона и убил он также козби козби девушку по имени козби которая была дочка медианского одного из князей которые занимались развратом и из колена шимона из колена шимона которая оказывается они больше всех занимались развратом умерло 24 тысячи человек откуда мы это знаем из сегодняшнего отрывка значит после того как это произошло бог сказал бог сказал так значит секундочку вот у нас идет здесь чаще сейчас бог сказал что вот пинхас он остановил мой гнев на еврести народ он остановил гнев он своим поступком он значит спас многих людей и после этого бог говорит пересчитай пересчитаем на израиль сколько осталось и вот идет пересчет по каждому колену было 12 родов 12 колен и по каждому роду по каждому колену идет прямо перечисления в сегодняшнем отрывке я все это читать не буду потому что в принципе ну вот например первен первенец израиля и сыновья и уведа ханов и идет его семья в шлоп шла очень сильная такая родовая родовая такая вот структура идет там уровень а было три сына например ханов полуа и хитрон еще карме 4 было сына и вот значит сколько их всего было знаете сколько всего было колено рувина 43 тысячи семьсот тридцать человек значит отлично дальше идет по каждому роду сколько было там какие рода у них были какие семьи и так далее очень в итоге насчитали в конце было 12 колен 65 семей и в итоге знаете сколько было сколько было всего евреев мужчин старше двадцати лет сколько было всего давайте почитаем в конце 601 тысяча 601 тысяча было значит нафтолю и вот всего было их шешма отелев 600 тысяч 601 тысяча семьсот тридцать человек 601 тысяча семьсот тридцать человек интересно что из этого подсчета мы знаем что колено шимона 24 тысячи погибло именно из колена шимона что это нам дает давайте посмотрим вот мы по изучили тору сегодняшний отрывок прочитали допустим я сейчас не стал все это читать потому что здесь идет перечисление имен и родов и по большому счету нам с вами мы живем в ну как бы прошло же с тех пор три тысячи триста тридцать пять лет значит нам все эти имена важны безусловно важны каждая буква вторе каждая каждый знак вторе он имеет огромное огромное значение интересно что каждому имени добавлено в начале буква эй и в конце буква ют значит это имя всевышнего и зачем это сделано например межпахат а а это как бы как определенный артикль буква эй и в конце там риу-ве-ни ют значит здесь есть такой такая в устной торе есть очень интересная такая идея значит когда они вышли все-таки они же были рабами в египте и возникали сомнения а что получается египтяне которые порабощали они что ним не могли там изнасиловать кого-то забрать женщин и так далее по идее могли но всевышний вот этим эй буквой до своим именем он подтвердил что что все дети которые рождались они рождались от 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 своих отцов то есть было сохранялось родословное почему как это объяснить я не знаю честно говоря нет у меня понимания и объяснения как это было возможно возможно что не рождались если египтяне насиловали возможно египтяне не насиловали женщин еврейских почему по разным причинам смотрите во первых во первых вот этот вот момент мы не можем понять людей из древнего мира то есть люди из древнего мира когда мы на них пытаемся наложить свои какие-то взгляды ну они бы нас тоже не поняли вообще не поняли бы да как мы живем мы их не понимаем как они живут то есть у них были такие обычаи такие какие-то свои сумасшествия да и во первых средний человек в древности он вообще у него словарный запас был 200 300 слов и он был такой немного ну как бы в более животном таком формате был чем сегодняшние наши чем мы сегодня поэтому мы не будем рассуждать не будем гадать почему так было важно что каждому имени прибавлено сначала и в конце как имя всевышнего подтверждающая печать кто от кого произошел кстати интересно если вы до сих пор не проходили генетический тест то пройдите у нас был один ученик на программе он был откуда-то он был из кавказ из кавказских народов то ли чеченец то ли дадистанец то ли в дадистане много живет народом вот я не помню народ и он самом начале воикра прямо начал слушать уроки через интернет все потом он говорит все не могу значит хочу пройти дьюр хочу стать евреем приехал в москву начал проходить там дьюр и потом он сдал генетический анализ есть разные разные компании они делают генетический тест кто то генетический и он написал мне пишет что говорит оказалось что я еврей генетический я еврей то есть очевидно его семья она когда-то 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 приняла ислам но но интересно что например где-то лет 30 назад евреи майорка или есть какая-то часть испании которая которая там жили когда-то евреи но когда в 1492 году в испании сдали указ что тот кто не принимает христианство должен уйти из испании и оставив все то там целая община они приняли христианство мараны их называли ну в общем не важно мараны их называли мараны называли этих евреев в испании и прошло время вот сейчас как раз генетически все проверили оказалось что мараны все эти поколения они женились только между собой и не когда приехал равйоси валис это он он был потомок последнего последнего из казненных инквизиций и он туда маранов они продолжали соблюдать в тайне еврейские законы но если их ловили то инквизиция убивала забирала у них имущество и это было очень опасно и последним в испании кто был казнен это был его равйоси валиса его предок да предок не потомок предок и он значит приехал туда на майорку поднял все документы и говорит за что вы его сожгли ну как мэр мэр этой майорки собрал там на мэрия какое-то было выступление и говорит ну вы знаете мы извиняемся а равйоси валис потом вышел со встречной речи он говорит а мы не прощаем он говорит я лично не могу вас простить потому что человек который верил в бога но по-своему а вы взяли его сожгли за что вы его сожгли просто убили в страшных мучениях и сколько вы людей убили значит он так выступил очень такой интересный человек этот юси валис есть книга которая рассказывает о нем о его жизни называется невероятно так эта книга называется вот прям там каждая страница невероятно так он приехал потом в израиле равйоси валис и пошел к раву ну главный в то время был то ли рафхайм каневский нет он пошел по моему очень главному главному до этой сниде невероятно и он пошел к раввину который тогда был глава поколения и говорит какой закон вот они вот эти вот жители майорки которые испанцы у них везде записаны испанцы они 500 лет уже испанцы но у нас есть доказательства по книгам и по церковных по всем им книгам они женились только между собой и генетически они евреи он говорит да они евреи им даже не надо проходить дьюр но жениться на них нельзя интересно знаете почему на них нельзя жениться по той же причине по которой нельзя жениться на караимах есть в иудаизме когда-то в вавилоне была отделилась от иудаизма такая ветка называется не караимы которые они говорят мы письменную тару признаем а устную не признаем значит хорошо значит ну это невозможно это в принципе нелогично не признавать устную тару потому что без устной тары мы вообще не знаем даже как читать письменную ведь как читать букву а мы узнаем из того что кто-то должен объяснить поэтому не бывает такого что таро письменно устная таро это таро но караимы сказали в какой-то момент там это было тысячи больше тысячи лет назад что мы значит не признаем устную тару и они продолжают до сих пор соблюдать только письменную тару есть караимские синагоги в крыму в израиле есть несколько их осталось там несколько десятков тысяч до сих пор и на на них тоже нельзя жениться хотя у караимов так как сам процесс ди-юра описан в устной таре да и так как у них устной тары нет они не знают как принимать ди-юр они знают у них нет ди-юра значит они генетически они евреи стопроцентные значит на них тоже нельзя жениться почему в устной таре рассказывается как происходит процесс женитьбы и как происходит процесс развода процесс женитьбы происходит по специальной технологии духовной, и в момент, когда мужчина говорит женщине, вот этим вот там кольцом, Атми Кудешетли, ты посвящаешься мне, в этот момент на небе происходит соединение, и они становятся как одно целое. Теперь, если они решают развестись, то мужчина должен написать женщине специальное разводное письмо по специальнейшей, очень четко, каждая деталь выверенной технологии, для того, чтобы на небе их союз разорвался. Значит, когда он пишет жене дед, это называется разводное письмо, называется дед, то этот союз, который они были соединены на духовном уровне в единое целое, он расцепляется этот союз на небе, и она становится свободная. Значит, но если этот союз не расцеплен, она продолжает оставаться его женой, и если она выходит второй раз замуж без разводного письма, то это называется прелюбодействие, в десяти заповедях написано прямо на скрижалях, что нельзя жить с замужней женщиной. И дети, которые рождаются от замужней женщины вне брака, называются мамзеры, они потори, написано, не войдет такой в общество сынов Израиля, у него есть какой-то духовный большой там, ну какой-то особенный у него есть, как сказать, дефект в духовном уровне, и они могут жениться только на них или же на освобожденных рабынях они тоже могут жениться. Теперь, получается, караимы, которые не писали разводные письма, и те евреи, которые женились друг на друге в Испании, но они же наверняка и разводились, но разводились они без вот этих вот писем. Хотя сейчас я вот думаю, что может быть в католичестве нельзя же разводиться. Если они официально были католики, то возможно они и, значит, и не разводились. Кстати, вот это надо проверить, потому что нюанс, что они евреи, я точно помню, а то, что нельзя на них жениться, это, мне кажется, я от себя обриваю. Хорошо, друзья, все. Мы, значит, проучили, что мы выучили из Торы, что от момента передачи Мушера Бейну скрижали и до сегодняшнего дня, мы точно знаем каждое поколение, имя, фамилия, где похоронил, кто папа, кто мама. Есть семьи, которые ведут родословие, точно, коины все, священники, это точно прямая линия от Аарона, и они всегда женились только на девственницах, то есть у них нельзя, они не могли жениться на разведенных, на вдовах, на дьорет, они тоже не могли, те, кто принимали иудаизм. То есть коины, они женились только на, значит, подходящих для них женщинах, поэтому мы знаем в родословии, что любой коин в синагодии, который благословляет, он потомок Аарона. Есть люди, которые ведут родословие до царя Давида, у них прям четко написано, да, прям поколение за поколением. Есть книга, которая называется, у меня вон она стоит, Седер Адарот, это порядок поколений, то есть мы можем точно утверждать, на русском есть книга «От Синая до наших дней», Равмоши Пантелят написал, где перечислены все поколения. Хорошо, переходим к Мишле, сегодня зато у нас коротенькая была глава в Торе, ну так, мы ничего там особо не углублялись, но глава третья в притчах царя Соломона, это, можно сказать, моя любимая глава. Почему? Я очень человек такой приземленный и такой спортсмен, ну воспитывался из Харькова, спортсмен приземленный, с детства мечтал стать богатым, успешным, значит, и это как бы осталось, да, можно так сказать. И здесь в третьей главе царь Соломон, он прямо объясняет, что дает Тора, вот прям конкретно он объясняет, значит, он говорит так, бни, он говорит, сынок, очень мы вчера на эту тему говорили, что тот, кто изучает Тору и живет по Торе, становится как сын для Бога, потому что кто такой сын? Сын это, есть биологический сын, но у Бога не может быть биологических сыновей, потому что Бог это творец мироздания. А есть сын, это тот, который живет по заветам, по мыслям, по словам, по приказам отца, он тоже сын называется. Так вот, тот, кто живет по Торе, он называется сын. И Бог говорит, бни, сын, торати альтишках, тору мою, не забывай. Тоже здесь не просто Тора, Тора это слова Всевышнего, поэтому сын мой, тор бни, торати, тору мою, говорит Бог, альтишках, не забывай. У митсватай и мои заповеди, мои указания, что нужно и как делать, митсватай и церлибеха, пускай твое сердце создает. То есть, как происходит мышление? Ты что-то услышал, ты во что-то поверил, ты себе сказал, я хочу так жить, я верю в это. После этого нужно же об этом вспомнить в нужный момент, потому что в обычной жизни человек очень такой расфокусированный. И поэтому говорит царь Саламон, что вспомни всегда о заповедях, в какой момент что ты должен сделать. Ти орах ямим, потому что долгие дни, ушно тхаим и годы жизни, вэ шалом, йосиф улаах. Потому что долгие дни и годы жизни, долгие годы жизни и шалом, будет у тебя шалом, совершенство, шламут. Добавят они тебе. То есть, человек, который учит 20 минут день Тору, он не забирает эти 20 минут из своей жизни. Он добавляет к своему дню x20 производительности. Он добавляет к своей жизни x10 вот этих вот минут, которые он посвящает Торе. Вот конкретно это. И в то время, которое он живет, если это время его заполнено Торой, то это ему дает шалом. Вот, пожалуйста, прям можно выписать второй отрывок третьей главы. Что дает Тора? Долгие дни, то есть ты в день успеваешь больше сделать. Годы жизни ты живешь дольше. Шалом. У тебя большую часть времени внутренний шалом и спокойствие. И все это Тора добавляет тебе. Хэсет вээмет аль-яазвуха. Милосердие и истина не оставят тебя. То есть, ты будешь мыслить, думать в контексте, в концепции, в направлении милосердия и хэсета. Значит, смотрите. И эмета и истины. Человек, когда о чем-то думает, он все время использует как исходные данные. Какие у тебя есть данные? Теперь есть два человека стоят рядом. Один все время смотрит, насколько у других лучше, чем у него, и насколько ему не хватает от того, что он хотел бы. И вот он вокруг смотрит, значит, он думает, что ему положено больше, чем у него есть. И у других совершенно несправедливо больше, чем у него. Во что превращается его жизнь? Она превращается в постоянное страдание. Человек хэсета, он смотрит на то же самое с другой стороны. Он думает, блин, сколько же людей несчастных, сколько людей, у которых намного хуже, меньше, чем у меня. Скольким людям я могу помочь? Насколько? То есть, он смотрит на мир со стороны полуполного стакана. И он считает, что ему вообще Всевышний дал намного больше, чем ему вообще положено. Вообще он живет в постоянном подарке от Всевышнего. И то есть, это два разных человека. Так вот, Тора дает вот этот взгляд хэсета. А когда у тебя взгляд хэсета изнутри, тогда ты получаешь хэсет снаружи. И вээмэд, истина, значит, ты видишь вещи в истинном свете. Алья звуха, они тебя не оставят. То есть, кто-то учит Тору, он всегда будет окружен милосердием и истиной. Кашрем альгар-гаратеха, запиши слова эти, да, завяжи на горло твое, как запомнить слова Торы. Повторять. Вот я вам говорю, возьмите второй отрывок и повторяйте его. Сто раз повторите, запомните. То есть, говорит царь Соломон в третьем отрывке. Милосердие и истина тебя не оставят. Завяжи их на горло своего. То есть, повторяй слова Торы. Запиши их на скрижалях твоего сердца. Когда человек закрывает глаза, у него, у большинства людей очень ярко, всплывают разные раскадровки, картиночки. Теперь, если ты сидишь целый день с книжечкой, вот книжечка, смотрите, какие буковки красивые, да. Если ты сидишь с книжкой и ты изучаешь Тору, то ты закрыл глаза, что ты видишь? Слова Торы. Если ты смотришь на восход, закат, небо, дерево, цветочек, овечка, то закрыл глаза, что ты видишь? Это. А если ты посмотрел какие-нибудь там новости, где тебе показали, там трупы, здесь трупы, там сожгли, там сожгли, тут убили, там убили. Это единичные случаи. Живет, в день умирает там, я не знаю, в мире 200 тысяч человек, да. Убивают в день во всем мире тысячи человек. Не дай бог, чтобы никого не убивали. Но живет в мире 8 миллиардов человек. Из этих 8 миллиардов рождается в день 300 тысяч. Свадеб в день там 100 тысяч. Каких-то праздничных, хороших, добрых событий. Миллион. Но нам показывают СМИ картинку, в которой они показывают самые негативные аспекты реальности. И обычный человек закрывает глаза. Какая у него раскатровка? Ужасы, 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 ужасы. Все. Значит, царь Сламоном говорит, нет. Говорит, если ты изучаешь штору, если твое намерение соединяться со Всевышним, выполнять заповеди, то тогда милосердие и истина тебя не оставят. И ты завяжи на горло свое, повторяй это, и напиши на скрижалях своего сердца. То есть, когда ты закрываешь глаза, у тебя будут, если ты видел правильные, хорошие вещи, которые Тора говорит, именно на них надо смотреть, то тогда у тебя будет и внутри всегда только добро. И что будет в итоге? Внимание, четвертый отрывок, третьей главы. Умца хэн. И найдешь ты приятность. Весехель тоф. И сехель это интеллект добрый, хороший. Бэйней элоим вэ адам. В глазах всесильного и человека. Что это значит? Смотрите, окружающий мир, он же зеркалит каждого из нас. Вот ты идешь по улице, у тебя внутри милосердие, добро, истина. Ты не идешь ни в какие там опасные места. У тебя ты идешь, повторяешь слова Торы. Куда ты идешь? Ты идешь делать заповедь какую-то, сделать доброе дело. Тут старушку перевел через дорогу. Тут сказал, значит, кому-то спасибо. Кому-то помог, все. Что в итоге может быть? Что значит, ты найдешь хэн, милосердие и сехель тоф и хороший интеллект? Бэйней элоим в глазах всесильного и людей. Одна маленькая вот мне сейчас всплыла зарисовочка такая. Был такой в Америке Эндрю Карнеди. Эндрю Карнеди был очень богатый человек, который лет 120 назад был самый богатый человек в Америке. Сталилитейный магнат, который заработал свои деньги. Сам приехал, был иммигрант откуда-то из Шотландии. Работал на железной дороге в 13 лет разнорабочим. А потом он стал Эндрю Карнеди, сталилитейный магнат. И у него был управляющий его вот этих вот сталилитейных заводов по имени Чарльз Шваб его звали. Дэл Карнеди очень сильно приводит его в своей книге. Как пример человека, который все свои успехи достиг благодаря умению работать с людьми. И как Чарльз Шваб попал на работу к Эндрю Карнеди? Он работал продавцом в магазине и как-то на 5-й авеню. Как-то он продавец. И тут начался дождь, и какая-то старушка зашла в этот магазин. Он старушке говорит, женщина, вот вам стульчик, пожалуйста, садитесь, отдохните. Как-то он ей вежливо, очень хорошо с ней пообщался. И эта старушка вернулась домой. А оказалось, это была мама этого Чарльза, этого Эндрю Карнеди. И она говорит, такой вежливый, хороший молодой человек, так мне помог, все. Как-то она сыну сказала. Чарльз Шваб, он был очень добрый человек при этом, да, то есть при том, что он был мультимиллионер. Откуда мы знаем, что он был добрый? Он написал книгу «Евангелие богатства», назвал эту книгу. И после 60 лет он все деньги, которые заработал, раздал на благотворительность. Он построил в Америке 5000 библиотек и заполнил книгами. То есть он был реально такой очень дающий человек. Он написал книгу, где он сказал, что каждый, кто заработал деньги, обязан этими деньгами улучшить жизнь других людей. И вот все, которые сегодня пишут, вот эти вот миллиардеры, там, пилдец, все, которые пишут, что я там все деньги свои после завещаю, там, раздаю на благотворительность. Это вот они все идут по его книге «Евангелие богатства», где он как бы эту мысль озвучил, записал и сам же реализовал. И вот Эндрю Карнеди, он сказал, надо найти этого парня, поблагодарить. Пришел к нему Чарльз Шваб, он был очень сообразительный, добрый, такой энергичный. И Эндрю Карнеди взял его на работу вначале помощником. И так он дорос до руководителя его сталилитетного отреста с зарплатой миллион долларов в год. Так писал Дэл Карнеди. Это как раз четвертый отрывок Мишли. Если ты будешь жить по Торе, которая вся добро, истина, помогать людям, то четвертый отрывок, и найдешь ты хэн, найдешь ты приятность. И Сехль Тов, это добрый интеллект, то есть у тебя все будет как-то складываться. Бен-Эллю им, в первую очередь, в глазах Бога Всесильного, и Адам, и человека. Пятый отрывок он дает как раз нам, очень вот на пятом отрывке мы и закончим. Значит, пятый отрывок, один из моих любимых, такой. Птах Эляшем Беколи Беха. Положись на Бога всем своим сердцем. Ингат Витраст. Чтобы запомнить, Богу мы доверяем, написано на долларах. Это как раз отсюда. Положись на Бога всем твоим сердцем. Валь Бенадха Аль Тишейн. На твою сообразительность, на твои там причинно-следственные связи, не полагайся. Положись на Бога всем своим сердцем и не полагайся на свою сообразительность. Мы не знаем, что будет. Человек может высчитывать, комбинировать, все. Я помню, история эта была не со мной, но история про Рависка Казильбера, Зихрано Сиддик Левраха, память о праведнике благословенно. Он как-то ехал с одним человеком на машине. И тот человек, они опаздывали на какую-то встречу. И там была парковка, где обычно не было мест. И этот человек, он ехал там все время на желтый, чуть ли не на красный. Там он сильно спешил, всем сигналил. И Рав Зильбер ему говорит, вот скажи, говорит, кто тебе сказал, что если ты будешь так спешить, что ты приедешь быстрее? Кто тебе сказал, что ты вот этими своими напряженными маневрами ты что-то выиграешь? Он говорит, расслабься, положись на Всевышнего всем своим сердцем, а на свою сообразительность не полагайся. И когда они подъехали на эту парковку, то обычно он ездил там кругами, искал место. Но вот когда они приехали, то тут же отъехала машина, и он встал вот на свободную парковку. И это было доказательством, что ты можешь комбинировать, перекомбинировать, но оно может не получиться. И ты можешь просто расслабиться, положиться на Всевышнего всем сердцем, сделать одну-две заповеди, тут дал сдока, тут помог, и бах, у тебя все вот так вот складывается идеальным образом. Поэтому изучаем Тору, как сказал Шимон Ацадик Пертьявод, на трех вещах стоит мир. На Тора, изучаем Тору, чтобы знать, как работает. На служение, служение это молитва, то есть молимся Всевышнему, благодарим и просим. И на добрых делах создаем вокруг себя реальность, давание, помогание, распространение добра, и та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Все, это было как мое пожелание всем друзьям, партнерам, спонсорам платформы Воикра, всем, кто посвящает свое время, чтобы учить Тору. И я надеюсь, что вы не просто учите, вы еще распространяете все Торы вокруг себя. Приглашаю вас еще раз быть с нами партнерами в этом замечательном деле. Мы сейчас хотим, не просто хотим, мы усиливаемся. Я вам сейчас открою секрет. Я вот как раз вчера начал делать комментарии, чтобы... Есть же Мишлей книга, комментарии на Коэлит, Экклезиаст. И с Божьей помощью я хочу, чтобы Дора Шашерней, Блинедер, с Божьей помощью, чтобы вышла такая же книга, Коэлит, Экклезиаст, точно в таком же формате. Отрывочек, отрывок, объяснение, чтобы все было понятненько, четко, чтобы можно было каждый день изучать. Коэлит, Мишлей, это Тора, это письменная Тора, это то, что входит... Это слова Всевышнего, то есть это то, что пришло к царю Сламона через пророчество. И если это дело, если эти слова вставить в свое мышление, то что? Мы знаем, что... Орых ямим, долгие дни, ушнот хаим и годы жизни, вэ шалом и мир, йосиф улах. Они добавят тебе все вот эти замечательные вещи. И если у каждого из нас будет долгие дни, годы жизни, шалом, то и во всем мире будет все отлично, все будет живо-здорово. Все, всем удачи и успехов. Значит, до завтра, до завтра. Напишите, пожалуйста, свои выводы. Напишите свои выводы, что для вас открылось сегодня, что вы хотите запомнить, что вы хотите применять, что вы хотите использовать в своей жизни, какие семена, вот эти вот мысли Торы. Написано, кашрем аль гаргоратеха, запиши их на горло свое. То есть нужно проговаривать их вслух, те слова, которые вы хотите запомнить. И катвем аль луахлибеха, запиши на скрижалях своего сердца. То есть запомни, визуализируй, увидите слова. Возьми вот какое-то то, что ты хочешь, ту мысль, ту убеждение, ту какую-то истину. Ты хочешь запомнить, ее нужно записать, проговорить. И увидеть. И дальше она пустит плоды. А плоды это будут долгие дни, годы жизни и шалом. Все, всем удачи, успехов. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Ну-ну-ну-ну-ну.